я вообще с украины с города харькова жили там до 2006 в 2006 переехали германию сейчас уже здесь только более 13 лет уже здесь трое детей у меня старшему 19 младший 5 вот и посредине 12 лет мы с тобой уже сколько год до знакомых мы с тобой я увидела тебя в конце июня 24 июня у тебя был кета марафон и я к тебе пришло это марафона расскажи немножко про свой вес вот так ты пришла понятно с целью похудеть в каком весе ты была когда я пришла 92 килограмма у меня вес у меня вроде я всегда была не было я худышкой скажем так после моих беременностей после всего но с 3 беременности ну я это все все таки с моим диабетом беременной он и диабет было время беременности да это был самый большой вес это вот 92 килограмма у меня самый большой вес до этого я была всегда 74 вот так вот сейчас я такая как до 2 беременности сейчас у меня 73 килограмма мне до цели всего лишь осталось вот 3 килограмм чека понимаешь я понимаю это водичка прыгает уже 103 вот так совсем чуть-чуточку мне осталось и я вот больше больше пути прошли сейчас решила отпустить эту ситуацию немножко и оставить в покое свой организм и не это потому что ну я сбросила 18 килограмм смотри скажи а как ты худела до того как вот мы с тобой уже познакомились вот нубровали ты ходить или просто ничего не делала у меня было просто единственно что я себе делала это разгрузочные дни раз в неделю у меня был это три литра кефира и килограмм зеленых яблок это дело с целью разгрузиться или или похудеть или с какой похудеть до похудеть вот но если знаешь до определенного моего возраста это мне как-то помогало немножко либо просто устаканить вес либо не прыгать то после третьей беременности мне это перестало помогать даже мои разгрузочные дни и я просто я поняла что мы убили построили дом мы переехали в дом все у меня слава богу не дочечка самая мою которую я хотела тебе вот и все я расслабилась и вот просто есть дело дома и кушала ну как это обычно бывает декрете ребенок еда расслабилась полностью что уже слава богу стройка закончилась мы уже живем в своем доме знаешь ребенок у меня дети слава богу все учатся все это все все в порядке ну и все значит все в порядке можно типа себя отпустить и все ну и слушай а почему тогда решила начать что-то делать вот там чем тебя не устраивало те же самые 92 килограмма потому что знаешь очень многие мне говорят я говорю там в каком весе вам комфортно ну например там сколько вешал 95 в каком весе комфортно да мне и в этом комфортно вот когда мне такую историю говорят ты сразу понимаешь что человек просто не может признаться даже себе не то что мне даже себе не может признаться что ему некомфортно на самом деле вот а чем тебе вот мешали все совершенно банально мы заказа заказали себе хорватию отдых и решили с нами ехать наши друзья а подружка у меня скажем так фигура девушка страны сюда и мне просто я на себя глянула в купальник и думал как там не очень соответствовать мы друг дружки будем как-то я на ее фоне боженька послал просто наткнулась в stories как раз у тебя начал где-то марафон ай я не верю это все это развод на деньги не это я растеряешь а на тот момент еще пять евро как раз стоил марафон да да марафоны же они дешевые сопровождением я причем еще взяла тебе что говорю пять евро на меня жал на пять евро не страшно делай заказывай но он кстати я сама от себя такого не ждал и он от меня такого не ждал что я реально все четыре недели марафона без срыва без ничего даже гости мы ходили в гости друзьям я просто сидела наливать водичку у меня друзья были в шоке когда к ним на день рождения поехали я у них выпила три литра воды за вечер да в тебя влазит а я просто чтобы себя отвлекать я и вот тогда у нас закета я сбросила 5 сразу же и у меня даже все записано и сантиметров у меня ушло 5 по моему закета и потом я сразу увидел что вы пошел результат как бы я на море уже ехала минус восемь вот на минуточку прям таки хорошо на марафоне там все просто там просто бери делай там ничего не думай не учись и там все просто вот на курс когда пошла вот было тебе что-то сложно вообще вот когда начала менять питание когда начала в это вникать с кем сложности столкнулась я думаю что это либо дорого либо много времени там либо еще что то есть какие сложности были у тебя ты знаешь у меня особо я для себя не сложности не было я вот бывает читаю у тебя комментарии ой вот как у меня подружка на все хочет к тебе но это же целый день надо готовить я зачем тебе целый день надо готовить и вот всех перебеждаю вот лена шрёдер она у тебя уже второй курс и тоже сначала увидела в инстаграме моих до и после то что мы с тобой история назвать фейсбуке она звонит как что ой это сложно ничего ну для меня нет для меня было сложно сначала знаешь когда мы писали себе меню вот сами задание дала вот въехать как как правильно разместить белки и жиры углеводы но когда я уже разобралась у меня вообще потом я уже смотрю сережка сейчас у меня как не кушать смотри как я только порцию гораздо больше потому что на твой вес сейчас да тебе еще больше надо и мы знаешь мы не заметили когда у нас ушло из дому это колбаса ушла мы стаси такое сладко печеное булки вот это мы например сейчас сосиски если покупаем в магазине вот детвора просит то только которые сырые вот сырые их надо потому я купила гриль какой-то у тебя в гриле их но не вот эти что готовы это потом как бы я даже не заметила как она у нас постепенно постепенно значит начало это уходите жарю у нас хлеба нету мы сейчас все у нас и дети сейчас на лаваше лаваш у нас рыба соленая постоянно потому что это заворачиваем все в лавашек детвора как бы отваривая вот куриную грудку они крошат себе делают эту ту же самую шаурму знаешь все 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 питание правильное пришло из твоей тарелки во всю семью и не то что я специально была у нас такая программа история с тобой ты рассказывала на курсе что не надо заставлять придет я уже поняла когда ты начинаешь это навязывать то толку от этого не будет а когда они увидели что супа как бы они едят вроде тоже самое понимаешь что и раньше ели но почему-то все у нас старше похудел немножко сейчас за мужем взялись я тебе надо цвете потому что ты страну не чаешь со мной но ты зашел у нас уже четко в семье так что мы садимся например ужинать у нас просто мясо и тарелка салата или рыба то есть мы перестали вот это вот нагружать себя на ночь обычно так прибежали с работы а давай давай и вот это себя начали все вталкивать макарончики там пожирнее мясо такое что изменилось вот кроме того что вот ты уже знаешь как выстроить свою тарелку тарелку своей семьи как правильно собрать что еще вот какие еще изменения пришли пришли у тебя вот с прохождением курса там проектов вот что прям то что у точно уже с тобой осталось кроме того что в минус 18 ушли что пришло осознание того что действительно надо себя как-то свой организм слушать это рад и все-таки следить за собой за своим здоровьем и ты можешь жить без вредности оказывает понимаешь ты можешь и тебе так комфортно тебе так хорошо и когда я смотрю на себя в зеркало ли то и на и речь вещь себе начинаю заказывать или покупать она на четыре размера меньше и а потом я задумал а действительно мне ведь это было легко у меня не было вот это вот как будто меня засунули в какие-то рамки не не было этого ощущения вот а сейчас наоборот мне хочется всех похудеть мне хочется всех перевести на правильное питание что изменилось в жизни с минус 18 это только вот эстетика это только красиво там потому что я обязательно прикреплю вот фото до и после обязательно к этому или это еще что-то вот кроме вот эстетического огромного удовольствия что теперь это красное платье сидит просто шикарно что еще вот ну какие счеты изменения увидела ну во первых по анализам сразу же когда я вычистила свой организм свое питание у меня намного улучшились анализы вообще сейчас все в норме то у меня значит щитовидка прыгала я должна была идет пить был как пониженный у меня железо было пониженная знаешь я пила вот единственно у меня были эти две проблемы к ну естественно я контролирую сахар вот эти две позиции были щитовидка и железо сейчас это ушло нет вообще во вторых мы можем гулять с мужем без отдышки да понимаешь мы можем с ним бывает вечерами выходим и идем и или в лес или полностью нас тут два озера есть красивых озеро идем полностью просто ну просто гуляем и отдыхаем если раньше меня вытянуть гулять вышла уже задохнулась все ладно действительно вот лишний вес он порождает маленькую подвижность потому что тебе тяжело и тебе не хочется и тело сопротивляется и получается и дальше же опять же маленькая подвижность она провоцирует лишний вес это как будто вот замкнутый круг это правда так есть я за собой это и заметила что пока у меня был большой вес я чувствовал себя ленивцем мне никуда ничего не хотелось мне вот от дивана на кухню с кухни на диван знаешь ну не было вот этой тяги куда-то пойти потому что я знал я сейчас устану тяжело энергии не было я заметила вот был юбилей моего дяди я дело сапоги на вот таком каблуке 10 сантиметров каблу и взяла с тобой полностью это без каблука обувь я когда домой мы приехали я поймала себе на мысли о том что а я сапоги не переобула я как была на этом высоком каблуке я так на высоком каблуке приехала домой как бы но и просто ты что-то другое так тебе что-то вот знаешь как переключается и тебе уже не хочется возвращаться к старому вот я за собой заметила правильно ты говоришь когда ты идешь у тебя в голове порядок даже в магазин ты идешь ты уже берешь только то что тебе надо вот даже муж учатся в этом карантине он ездит один на покупать продукты и если он привозит домой а там я смотрю ничего хорошего так сказать творог поливаешь это рыбка куриная грудка он всегда покупать потому что у нас сейчас полюбие так мы колбасу не дим я делаю башню домашнюю замечательно вообще на ура идет у нас и как будет сметана творог все и и все эти и я всегда у меня это есть не буду моим надо что-то пожирнее но оказывается у нас все это едят и любят как-то любят сейчас ты говоришь ты в принципе находишься больше в удержании веса тебе это насколько тяжело дает тебе нужно там каждый день свешивать для того чтобы вес не попер назад или вот нас вот как вы для тебя проходит вот это удержание тем же самым принципом я просто когда купила даже ту же самую куриную рудку или говядину я просто все взвешивая разрезаю себе на свои порции аду в кулечек именно свои порты все в холодильнике тебя ждет да то есть я пришла домой с работы если я даже ничего не приготовила я просто достала кулечек со своим кусочком мяса на гриль положила и я знаю что это мой это мой дневной белок понимаешь по поводу вкусняшек все переживают что все это там либо но когда ты худеешь надо отказываться и потом вообще в принципе все жизнь теряет краски потому что либо ты худой либо ты вкусно живешь вот твои вкусняшки мои вкусняшки я тебе покажу но это бывает именно когда захочется вот вот это правильная вкусняшка и дорогой но я маленький кусочек съедали не хватает я не знаю действительно я как бы не сильно раньше было именно знаешь приверженница слабкого что я несложно в принципе этот переход да я от него отказалась и вот мне в этом тоже было легко может я же я уже сама себе думаю может это действительно у меня как-то в голове пришло вот это осознание знаешь что надо что-то с собой делать все я стала познакомилась ты мне дала вот этот путь и теперь мне не хочется никуда я говорю как мы с девчонками созваниваемся и у нас светозависимость это очень полезная зависимость что бы ты наверное пожелала бы тем кто сейчас только начинает вот сейчас сидит на этом карантине думает блин надо начать с очередного понедельника ну вот то боится то там еще что то вот чтобы ты просто пожелала были посоветовала человеку который только планирует начать надо начинать и не с понедельника а когда взял телефон в руки и сразу начал как я это сделала я не вот пришло это ко мне и я не стала ждать я тут же взяла себе оформила и пошла по и ни разу в жизни не пожалела во первых надо это надо для себя для своих знаний что ты делаешь как и и не ждать потому что ты знаешь вот я смотрю много случаев вот есть случай у меня девочка совсем молоденькая понимаешь но он а подружка вот две подружки одна занимается спортом одна следит за собой а моего сына ровесницы а вторая девочка подружка она вроде тоже знаешь следит за собой но она следит только за лицо а то что извините 130 килограмм 20 лет а потом отсюда идут больные суставы у нас здесь каждому третьему делали операцию на колени вот из моего окружения и как куда не идешь в первую очередь врачи говорят вам надо похудеть если вы хотите обойтись без операции вам надо похудеть и поэтому не надо откладывать долгий ящик если вот раз ты почувствовал что тебе это надо надо брать и делать спасибо большое не запускать себя как только пришел позыву прям вот этот внутренний такой вот прям вот пришло тебе все бери и делай и делай потому что распрощалась минус 18 минус 20 уже два сантиметра а сколько приобрела во первых в голове знаний очень теперь много и я уже знаю как и что делать и сколько друзей прям жила мы девчонками общаемся со второго потока первый у нас был поток второй до сих пор общаемся везде в инстаграме в ватсапе везде мы общаемся и друг друга поделись и скажешь чуть-чуть там был какой-то затишье опять что такое мы молчать девочки что как у нас как у нас идут продвижение как что-что классно когда многие же говорят о том что у меня никто не поддерживает муж меня не верит потому что я уже подела 15 раз он уже говорит это я не верю в общем все это ерунда мама не поддерживать подружки всех либо худые либо полные и им плевать на фигуру они не делают ничего и тебя тянут обратно и вот когда так настолько тяжело что у тебя нет этой поддержки так вот очень круто что вот в этих проектах да у нас есть вот это вот поддержка этих участников которые реально также как ты более той же целью они хотят вот того же добиться и это действительно очень круто сближает вот очень круто считает сейчас июня месяца до скоро вот у нас уже год с тобой да и вот год уже а вот этот весь чат общается и поддерживает . я вот как бульнара у нас была она накета была а потом мы были с ней на втором курсе на первом мы с ней были потом или на втором мы с ней были а начинали тоже мы с ней киски то я до сих пор придержив питание кита я с ней вот бывает в инстаграме пробежит она какой-то рецепт я ей уже пишу гульдара скиньте пожалуйста мне рецепт там она у нее наверно это да она делает такие блюда хотя из нашего списка понимаешь просто и я не подглядываю постоянно и вот мы с ней общаемся постоянно девчонка тут лена курс мы тоже с ней скета она в дюссельдорфе тоже ко мне приезжать на встречу с тобой вот из ней мы уже знаем у кого какой праздник мы друг друга поздравляем мы общаемся постоянно и это действительно поддержка лена с москвы да 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 очень хорошего такая хорошая команда классно вообще спасибо тебе большое что хочу пожелать нам наконец с тобой встретиться и хочется просто пожелать самое главное здоровье твоей семье но тебе во всем достигать цели также как ты достигла цели здесь спасибо большое тебе тебе вообще огромное спасибо без тебя не получилось просто ты наш я много смотрела страничек диетологов но вот ты как-то легла и все девчонки у меня ты только свету начинаешь слушать и ты залипаешь подход твоя душевность твою вот это вот все знаешь такое чувство что ты светишься и ты заряжаешь вот этим вот позитивом вот этим всем и но хочется за тобой идти значит люди до которым не хочет вот он вышел в твоей двери и пусть идет а за тобой хочется идти спасибо огромное спасибо тебе огромное тоже